Мечта сделать революцию в сельском хозяйстве страны у Олега Сироты появилась еще в школе. Он поступил в аграрный вуз, но на третьем курсе понял, желание не сбудется, и с головой ушел в программирование. За 10 лет предпринимателю удалось создать крупную IT-компанию с офисами в Москве и Минске, но успехи в бизнесе не смогли заменить школьную мечту. И тут против нашей страны ввели продуктовые контрсанкции. Я понял, что это мой шанс, шанс реализовать свою мечту о ферме, о сыроварне. И вот тогда я понял, решился, что Олег, прыгай, и я прыгнул. Знаете, как в спорте, вы исполняете трюк какой-то, надо решиться. И здесь то же самое, решился и начал потихонечку идти к своей цели, начал выбивать землю. У меня начало получаться это дело. Я начал продавать все свои имущества, квартиру, машину, бизнес, все, что было. Переехал на поле в палатку, купил по дороге козу, и мы вместе с козой начали строить ферму и сыроварню. Деньги от продажи имущества быстро кончились. Средства на развитие фермерского хозяйства приходилось собирать буквально с шапкой в руках, вспоминает сыровар. Благодаря краудфандингу, то есть добровольным взносам, удалось пустить в оборот еще 14 миллионов рублей. Сыроварню достроили за год-полтора, но тут возникли трудности с молоком. Появилась необходимость в строительстве коровников. Проблем было много. Но если то, чем ты занимаешься, не просто бизнес, а мечта, все по плечу, говорит герой проекта «Диалог на равных». Сейчас мы уже достаточно активно стоим на ногах, уже вышли на очень хорошие обороты. То есть наш оборот по прошлому году 70 миллионов рублей. Все, конечно, вкладывается дальше в строительство, в развитие. Но это уже даже не стартап, это уже бизнес. За этот год мы должны вырасти еще в 4 раза, потом еще в 4 раза и так дальше расти. Какой сыр лучше всего подходит для подарка, когда в первый раз будущий сыровар попробовал этот молочный продукт и хватает ли времени на личную жизнь? Молодым людям было интересно все, но больше всего говорили о мечтах. У Олега Сироты их много, например, создать на ферме пиццерию или сделать поставку сыра в Европу. Кстати, последнюю, возможно, удастся осуществить уже в этом году, если все бюрократические препятствия будут успешно преодолены. Если же нет, курс будет взят на восток, в Китай. Нужно жить этим. Если ты не живешь с полным погружением, у тебя ничего не получится. Но если ты живешь, мечтаешь, горишь этим, заряжаешь других людей, то у тебя все будет получаться. Встреча с Олегом Сиротой – одна из первых в рамках проекта «Диалог на равных». Задать свой вопрос успешному фермеру приехали молодые люди со всего Подмосковья. А предприниматель, в свою очередь, признается, что это взаимовыгодное сотрудничество. Мне очень понравился его напор. Он идет к своей мечте, несмотря на любые трудности, которые ему встречаются. И это, наверное, меня мотивирует к дальнейшим успехам в своей деятельности. И мне было очень приятно посмотреть на эти горящие глаза тех людей, кто хочет переворачивать Россию. И я прям, знаете, у нас часто говорят, что у нас такая молодежь плохая, что я переживаю за будущее. Вот сейчас я сегодня поговорил с ребятами, поговорил на этом мол-заводе, только не на молочном, а на молодежном заводе в Денцово. Я посмотрел в эти глаза и понял, что у нас есть будущее. Впрочем, за успехами молодых людей Олег Сирота готов не только следить со стороны, но и оказывать активную поддержку. Ведь он, как никто другой, знает, как это важно, когда в тебя верят. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.